Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Вопрос касается взаимоотношений с мужчиной у атора, очевидно. Как бы мне стоило поступить в ситуации? Я не думаю, что психологи могут вам давать такие советы, как бы вам поступить. Гуляла с молодым человеком, он больше проявлял инициативе напора, делал для меня всякого, а я старалась для него открываться. Но было это не полностью, хотя моментами я считала, что для него открытым. Ага, ну, если вам сложно открываться, то есть если вы чувствуете, что открыться человеку для вас нелегко, то, на мой взгляд, очевидно в той или иной степени, что вы в себе закрыты. И вы, вероятно, испытываете что-то вроде страха открыться человеку, вероятно. Вы, вероятно, испытываете что-то вроде, может быть, стыда, вот, ну, из-за того, что хотите открыться человеку. И делаете вы это, ну, вот, знаете как, с какой-то целью. То есть, ну, именно из-за того, что вам сложно открываться, вы это делаете, вот, для чего-то. То есть, вы этого не делаете просто так. Вот, поэтому давайте сначала разберёмся, в чем для вас сложность открываться. Да? Не в том смысле, что вы должны открываться всем и каждому, а именно в чем сложность. Дальше, моментами, и моментами я считала, что для него открытым, пишите вы. Ну, моментами, если, если вы моментами считаете, что вы для человека открытый, то, на мой взгляд, вы много думаете о нём, то есть, вам почему-то хочется как-то оценивать, что ли. Ага, ну, вот, то, на сколько вы открыты. Вам хочется как-то контролировать это, это, что, на сколько вы открыты. Интересно, опять же, в этом смысле, то, с какой целью вы это делаете. То есть, с какой целью вы пытаетесь контролировать то, ну, открыты вы или нет. Как будто бы вы себе, ну, такую задачу поставили, вот, что я должна быть открытым, ну, для человека. Вот, это вот выглядит, оно выглядит, вот, именно таким образом, и я должен сказать, что, на мой взгляд, это не самая лучшая мотивация. Дальше, анализируя, я понимаю, что в этих взаимоотношениях выглядело как потребитель. Что мотивирует вас анализировать? Да? Ну, то есть, вот, для чего вы анализируете? Наверняка, у вас есть, опять же, какой-то мотив. То есть, вы зачем-то это делаете. Вот. Если вы говорите о том, что вы потребитель, то потребитель чего? Но, так не считало, все-таки, я что-то, но тоже для него делал. Ну, здесь есть ощущение, по крайней мере, у меня есть такое чувство, что вы, ну, как будто считаетесь, меряетесь тем, кто что для кого сделал. А больше духовного пыталась привнести, что именно такое духовное, для чего это духовное, нужно ли это было, было человеку неясно. Так вот, мы как-то поругались, наше общение пошло на спад. А из-за чего вы поругались? Изучите, пожалуйста, психологическую игру скандала, она есть в интернете. Вот, так будет понятнее, как случилось так, что мы пришли к ссоре. Сейчас мы практически не общаемся. Ну, здесь, так же, как и в предыдущем предложении, на мой взгляд, происходит размывание ответственности. Потому что никаких мы, никаких мы нет. Есть я и ты. И если я поругалась, нужно увидеть свой вклад в ссору. Точно так же это касается и общения. Если вы не общаетесь, то это именно вы, автор, не общаетесь с этим человеком. Чуть дальше вы раскроете немножечко эту, эту ситуацию. Несколько ее детализируете, я тоже дам комментарий к этому. Вот бывает, раз в несколько дней на историю огонек кинет. Все это время я пытался контролировать свои чувства к нему. Меня дотянуло неимоверно, но я сохраняла дистанцию. То у меня было внутреннее молчание. Есть сожжение, что вы боитесь сближения, у вас есть проблемы с личными границами. Это корректируется хорошо, но как с другом, не больше. Не очень понятно, что вы имеете в виду. За несколько дней до ссоры я подумал, что хотел бы большего. А чего именно большего, и как вы поняли, что это именно попренд? Мы перестали общаться, я стал еще больше к нему хотеть, больше скучать. Не хочется ему писать, но так как мы не общаемся, я не знаю, насколько это уместно. Ну, дело не в уместности, а в том, чего вам хочется. А по тому, что вы описали, я могу сказать, что опять же здесь страх сближения. Вот. А, да, забыл один нюанс, после той ссоры мы какое-то время помолчали, опять мы. То есть, вот, у вас размывается ответственность. Ну вот, при проблемах с личными границами человек склонен либо полностью отдаляться, либо к слиянию. То есть, как к растворению в другом. Так, мы потом увиделись, хорошо провели время, но всю прогулку он был как на два фронта, с кем-то переписывал, с кем-то переписывал. Ну, опять же, тут вот вы полностью игнорируете часть своей ответственности, где вот я молчала, я увиделась, и я хорошо провела время. Я, предполагая его ранних чувствах, и не понимая наш тогдашний статус отношений, решила поинтересоваться, что между нами, и сказала о своих чувствах, о том, что хотела бы попробовать большего. Ну, когда вы говорите, что я не понимаю наш статус отношений, то, на мой взгляд, его и не нужно понимать. Вопрос в том, что вы чувствуете. Вот. Он мне на это ответил, что мы друзья, как я когда-то ограничила. Но, по-моему, непонятно, для чего были нужны все эти милые ухаживания и прогулки. Это про ваши надежды и ожидания. Вот. То есть, чего-то вам хочется. Ну, если вам сложно открываться людям, то очевидно, что хочется какого-то контакта, да, хочется какой-то ближести, но вот только через модель потребления у вас получается худобедно это реализовывать. И то не до конца. Так, значит, в общем, мы выясняли, выясняли, но не пришли ни к чему вот с того дня общение слабее и слабее. Так это, это пасура, о которой вы говорите, или что-то другое. Вот. Но, опять же, что именно вы выясняли, это непонятно. И я, я что-то выясняла. И не выяснила. На днях он ответил мне на историю в Инстаграме. Я решил и на этой почве завязать диалог, но не получилось. Мега длинная общерна была. Но только мега длинная общерна получится. Через несколько дней я ему рассказал о своей истории, когда мною взялся мужчина, что он меня по пятам всеми моими путями, окольными до дома, буквально довел, как я испугался, и что хотелось позвонить ему в тот момент, но не захотелось смущать. И рассказали вы это все ему для того, чтобы что. Просто захотелось поделиться, а потому что за какое-то время он сам присылал пост, какой-то в Инстаграм, меня не успел открыть, он удалил. Я уже решил, что он все-таки хочет общаться, но что-то мешает. Я не понимаю, как мне вывести эту ситуацию в русло наших встреч и налаживания общения. Посмотрите на то, что реально вас объединяет, что реально вас связывает, что общего между вами. Но для начала вам надо разобраться в своих собственных переживаниях. Вот, подскажите, как мне стоит себя вести. На этот вопрос психологи вам не ответят. Я стараюсь не навязываться, молчу, молчу, но тогда он молчит, только лишь иногда ставит огоньки. Вот тут вы говорите, что стараюсь не навязываться, у вас есть проблема с самооценкой, навязываться боится человек с низкой самооценкой. Вот, а то, что вы пишете, молчу, не совсем понятно, молчите, потому что не хочется ничего говорить, или вы себя сдерживаете. Если второе, то ничего хорошего из этого не видит. Вот, как-то так. На этом все. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работу. Удачи! Спасибо. Спасибо. Продолжение следует...